Есть у меня на даче вот такая старая-престарая дверь деревянная, которая ведет в ванную комнату. Этой двери может быть лет 60 уже. Там даже внизу приходилось заменять участки, которые сгнили, там то ли жучок поел. И недавно выбилось стекло и временно пришлось вставить вот этот лист гипсокартона. Но стекло я уже не хочу. У меня появился повод украсить дверь декупажем. Вот я ее сняла с петель. Она очень легкая дверь. Не знаю из какого дерева, какая порода. Положила на стульчики ее. Пошлифовала некоторые места. И снизу вот здесь вот боковые вот эти вот части. И покрыла, прогрунтовала панельным лаком гипсокартон. И у меня было задумано, салфеточка будет не до краев, а только посередине. А края будут покрашены золотой краской. Краска металлик под золото. Такую я салфеточку выбрала. Приклеила ее с помощью файлика. Положила обратной стороной на файлик. Смочила под краном и дала воде стечь. Затем на ровном месте выгнала воду кисточкой и пальцами. Как получится, кому как удобно. И приложила к нужному месту. И тряпочкой еще раз выгоняю воздух, воду. Затем беру за уголок, аккуратненько. Вот так. И файлик держу параллельно плоскости. Не поднимаю его сильно вверх. И вот так осторожно снимаю. И получится вот картинка, салфеточка приклеенная. Но пока что с помощью воды, как переводная картинка. Она остается на этой поверхности. Можно затем приклеить ПВА разведенным. Раньше я так и делала. Но теперь мне понравилось сразу панельным лаком клеить. Беру панельный лак и промазываю кисточкой. Очень осторожно нужно кисточкой работать. Очень легкими движениями. Потому что не без того, что получаются вот такие вот участки, где салфеточка рвется. Вот этот участок. В таком случае потом приклеивается фрагменчик. Из другой салфеточки. Соответствующий по рисунку. Или подкрашивается акриловой краской. Вот уже приклеены все салфеточки. И на эти филенки тоже. И покрываю несколькими слоями лака. После каждого слоя необходимо прошкурить. После первого слоя я смотрю, где мне нужно что подкрасить. И беру акриловые краски. Вот в таких баночках продаются. В таких тюбиках. Потому что мой наборчик. Ему уже около трех лет или три года. И там некоторые цвета уже закончились. И я докупила по отдельности. Обязательно нужно наждачкой пройтись. И вот полосочка видна. Я ее закрасила. И так же поступила со всеми этими фрагментами. И прокрасила вокруг салфеточки золотой краской. И наклеила молдинг. Деревянный. Молдинг это такие планочки, которые наклеиваются на ровную поверхность. Это молдинг деревянный. Я его тоже покрасила золотой краской. Молдинг я использовала для того, чтобы выровнять края салфеточки. Потому что мне не удалось ровно приклеить. И я нашла выход в этом. Вот так дверь выглядит в готовом виде. Вот она уже повешена на свое место. На петли. И как сказала одна девочка. Не знаю кто в интернете прочитала. Фраза у нее такая была. Что если в доме заведется декупажница. То берегись. Все будет задекупажировано. Все будет украшено. Вот и у меня так. Не могу остановиться. И нет предела моим мечтам и фантазиям. Вот поближе к двери показываю. Немножко плохое освещение. Ну вот так она в принципе выглядит. Конечно небо и земля с тем что было и что стало. И жалко ее теперь выбрасывать. Пусть она служит нам и дальше. Всем большое спасибо за просмотр. За подписку на мой канал. С вами была Талла Васильевна Хуфрянская.